Привет, дорогие мои друзья! Вы на канале Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы. Сегодня наш видеоролик посвящен нашим коровам, бычку. К сожалению, бычок не хочет справляться со своими супружескими обязанностями. Он успешно покрыл только одну нашу корову, это халва. Покрыл он ее уже давно. Отел у халвы будет в декабре. А все остальные коровы, которые у нас отелились в этом году, к сожалению, не покрывает он их. Причем мы его уже неоднократно выпускали, подводили, выгуливали. Так и всякое. Корову привязывали, отвязывали. В общем, это нам хватало развлечения. Я приняла решение поставить всех на схему и пригласить ассиминатора. Так как явную охоту за последний месяц я не видела у своих коров. А то, что они приходят в охоту, подтверждено УЗИ. Коровы здоровы, все нормально у них. В общем, не стало затягивать. И, как говорится, это ни к чему хорошему обычно и не приводит. Если ждешь, ждешь у морепогоды. Проколола их по схеме Офсинг. Это колется дважды фиртагил, один раз эструмейт. Схему я дам обязательно. В этом видео вы ее увидите. И в описании к этому ролику напишу. Итак, дорогие друзья. В общем, наш бык, которого мы так давно растим, который с таким большим трудом привезли, купили, потратили кучу денег. Потому что за полтора года уж явно он не 5 рублей съел. Все мои надежды на этого быка, так сказать, разбились. Потому что, ну, ничего не получается. Не могу сказать, что это выброшенные деньги. Потому что, конечно же, мы бычка прирежем, возьмем мясо. Но джерсийская порода – это не мясная порода. Поэтому за полтора года этот бык вырос, как обычный годовалый, например, бычок. Он явно по меркам мясной породы отстает в росте. Но на самом деле это просто такая порода. Бычок у нас неплохой. Мы его обезрожили. Встали колечко, чтобы им легче было управлять. Сейчас я жду Сергея. Он должен приехать из Тамбова осеменить нам наших коров. Всех трех я проколола по этой схеме. И надеюсь на успешный результат. А бык, вы говорите, не стало, если он у вас на привязи не пасется? Ну да, да, он стоит. А что они, когда на привязи, они не очень, да? Ему уже хочется. Бегать, прыгать. Мы пробовали, знаете, просто подождать. Вот как будто она стоит привязанная, а он бегает. И вот там проходит час, допустим. Он так и продолжает бегать. Ну потом он просто пасется. Ну да, ему же хочется. Ну, три. Кстати, если надо, у меня есть перчатки. Ну, такие даже с этим. Ну, мало ли, вдруг. Ему сначала надо будет на следующий день, два, три. А, нагуляться? Да. Можно еще какие-нибудь добавки. Например, раньше или у тараковка добавление. Понятно. Мало того, что он так прыгает, он еще будет от или у тараковка подпрыгивать, да? Нет, нет. Ну ладно, что я как бы на самом деле. Я считаю... Горячая вода? Да, сейчас она у нас всегда есть, слава богу. Под рукой. Я на самом деле все равно считаю, что семя-то лучше, чем бы... А он у него чистокровный? Да. Он чистокровный, но опять, мы же не знаем его потенциала. Мы не знаем, сколько давала его мама, бабушка. Это же не селекционный бычок, которого там... Ну, может, вот как паучку использовать, если надо. Или вот на гвоздику. Да, нет. Он не отдит. Он не отдит. А, одеть? Он не отдит. А, все, поняла. Вот, кипяточек. Только осторожно. Вот, поэтому тут такое дело, что надо семенеть. А что у вас за альшир? Сейчас я вам расскажу. Новый привезли. Вообще-то тут из-за бугра. То есть у них свои закончились. И они где-то закупили его. Ну, молодцы. Хорошо, что что-то новое. А, где зингер? Ничего себе. Как машинка зингер. Ну, а так у вас так и осталось, да, вот эти вот галштины? Красных пестрых сейчас нет. Нету? Черных пестрых берете? Да нету, у меня сейчас вообще галштины. А, вообще нету? Да. А кого вы берете? У меня сейчас сементалы, вот эти альширы, швейцы. А, мясо, короче, мясное больше направление, да? Ну, галштины есть, черных пестрых, но их немного они там. Случайно, скажем так. Наверное, население все-таки больше делает ставку на мясной скот. Да, конечно. Ну, и вот альширы тоже. Вы, и еще один фермер. Буквально один на всю Томбурскую область? Ну, захотелось у него. Понятно. Я думала, больше, если честно, спрашивают. Ну, так, ну, не очень. Вообще, хоть же, в основном, просто говорят, чтобы корова стельная. Хотят, чтобы просто была стельная корова. Да, сделайте нам беременную корову, пожалуйста. Да, не важно тем, не важно кто. Не, ну, понятно, понятно, да. Ну, с Богом. Ну, да. Раз, два, три. Это уже у нас сделано. Это же Богом? Да, да, да. Вы мне потом скажите, как вам по ощущениям шейка там что? Да, все нормально. Да? Похоже, что вы хоть? Ну, просто интересно же, все-таки такая схема, ну, как бы лекарства эти все, ну, работает, не работает. Что-то, что-то, что-то работает. И такой же схемой. Ну, да. Но все равно интересно. Слушайте, ну, здорово. Если действительно, ну... Ну, три месяца как пройдет, мы посмотрим. А какие препараты, эстрофан, эстрофагон использовали? Нет, я использовал эстрофан и фертагил. Фертагил? Да. А я и фертагил, и струмейт беру. Ну? Ну, я... И струмейт, и эстрофан... Одно и то же? Одно и то же, да. Единственное, там... По-честному, зрители, когда смотрят, немножко завидуют. Говорят, как хорошо, вас семь привозят, какой попросите. Да, пусть понятные. Пусть понятные. Они в других городах живут далеко, Сереж. А, они совсем тут? Да, совсем далеко. Нет, здесь-то понятно. У нас, как говорится, видал, что творит? Хотя он смой как стоит. Сильно не сопротивляется, так сказать, манипуляции. Скоро научимся делать коровам эко. Уже выйти, сами там, этих телят делать. Эмбрион. Да, и приезжать, скажем. Уже же есть это давно. Да? Да. Подсаживают эмбрионами? Конечно. Я не знала. У нас тоже в Тамбуре приезжали. Вот с этого приема объединения, которому я семье делал. Ага, с эмбрионами. Приезжал, да, специально на бульсный товар, с эмбрионами учил. Ну, там, наверное, прям особая какая-то схема с прогестероном, скорее всего, что-нибудь такое, да? Честно сказать, я же глубоко не капал. Ну, они обычно прогестерон для чего? Чтобы сохранить эту беременность. Его же нет беременности, а ребенок уже есть, получается. Там тоже по схеме. Ну, не в охоту, грубо говоря. Ну, да, 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 конечно. Эта эшира подорожает сейчас, да? Не знала. Ну, то есть, маленький телят. А, маленький? Ну, 40 они стоили. Я не знаю, сколько сейчас. Я к тому, что обычная телочка семидневная стоит 13. Максимум. Сене 10, да. Максимум 13, да. Ну, и корова эшира стоит 100, 130, 150. Сейчас обычная корова хорошая. Неважно, какая порода, просто корова, которая дает хорошо молока, стильная, стоит 80-90. Да. Стильная телка, ну, нет, грубо говоря. Ага. 70-80. Ну, да. Малых стал коров. Стали ценить, да? Да. Спасибо большое, Сергей. Да, нет, за что. Все, пойдем мы тогда доиться. И вам всего доброго, буду звонить. Конечно. Звоним. Вот мы и проводили нашего ассиминатора. Спасибо огромное ему за его работу. В прошлом году у нас все прошло очень успешно. Все наши коровы, кто был покрыт семенем, отелились. Еще пара коров должна отелиться. Вот, в нашем хозяйстве. Надеюсь, и в этом году тоже будет все так хорошо. По поводу Сони, правда, Сергей сказал, что она не совсем вошла в охоту. То есть, схема на ней почему-то хуже сработала, чем на двух айширках. Ну, ничего страшного. Если даже две айширки покроются, а Соню придется второй раз осеменить, я не считаю, что это большая там неудача. Вот. Халвуша рядом со мной тут сейчас жует. В общем, осемняли мы до дойки. Сейчас у меня дойка. И потом, по рекомендации Сергея, я выпущу бычка на волю. Вот. Я попробую его все-таки выпустить. Мне хочется, чтобы он жил вместе с коровами. Во-первых, будет меньше уборки у него в пригончике. Ему будет посвободней. Там всегда есть вода. Там есть всегда сено в этом загоне. Коровы будут уходить на пастбище. Бычок будет оставаться. Но, тем не менее, он будет находиться на свежем воздухе. А коровы будут всегда в окружении их кавалера. Может быть, вдруг, если какая из них перегуляет, может быть, все-таки он сможет ее покрыть. Ох, какое у тебя горячее дыхание! Во время дойки коров я заметила что-то необычное. В пригоне, где гуляют у нас телки, телята, коровы, лежал кто-то. И я пыталась вглядеться. Это была Агата. Она лежала плашмя. Вообще, коровы лежат обычно, подогнув голову назад. Конечно, я очень сильно испугалась. Рядом с Агатой лежала яшма и малышка. Все остальные коровы еще доились. Я стала потихонечку подходить ближе, затаив дыхание. Увидела, что у нее швелится нога. Это хорошо. Но опять, я же не знаю, что с ней. Почему она так лежит? Неужели ее разморило на солнце, и она просто заснула? Страшно. Агата стельная. Она нетель. Молодая телочка, которая должна отелиться приблизительно в августе. Я подходила все ближе и ближе. Глаза у нее были приоткрыты, но зрачков было не видно. Лежала она неподвижно. И даже при том, что я очень близко к ней подошла, она не вскакивала и не обращала на меня внимания. Мне кажется, она спит. Крепко-крепко спит. И правда. Вот она, моя хорошая. Встала. Проснулась. Даже видно заспанный вид. Агата, с тобой все в порядке? Да, все в порядке. Встала. Потянулась. Нет, ну правда все в порядке? Желудок работает? Жвачка есть? Как настроение? А, да ты какаешь? Хотела показать всем, что у тебя все нормально с желудком. Теперь я спокойна. Я вижу, как она хрумкает свеженакошенную траву. Ходит нормально в туалет. У животных это на первом месте. Особенно у коров. Все в порядке. Честно сказать, я такое вижу очень редко. Так лежат плашмя лошади, козы, но только не коровы. Оказывается, мои коровы могут перенимать привычки других животных. Наверное, научились у лошадей, потому что лошади так часто валяются, чем меня тоже сильно пугают. Друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. До новых встреч. Всего доброго. Жду вас на своем канале каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok